Собор в немецком городе Шпайр Возрушение и перестроек он доносит до нас дух нравов того времени, величественно возвышаясь и доминируя над окружающим его городом. Строительство собора было начато в 1030 году по повелению императора Конрада II, как фамильной усыпальницы императоров из династии Солических Франков, являющихся потомками Карла Великого. Затем строительство было продолжено сыном Конрада II Генрихом III и закончено его внуком Генрихом IV. К тому моменту Шпайрский собор был одним из крупнейших зданий мира. В XVII и XVIII веках храм дважды разрушался французами, лишаясь части стен и западного фасада, но был восстановлен. В первый раз в одном из современных для того времени порочного в стиле, а во второй окончательно в неороманском, в середине XIX века. Общая длина собора 134 метра, высота среднего нефа 33 метра, ширина зальной части 37,5 метров, ширина по трансепту 56 метров, высота восточных башен 71 метр, высота западных башен 65,5 метров. Собор представляет собой традиционный базиликальный храм с тремя нефами, трансептом, четырьмя башнями и большой криптой. Это массивное монументальное здание, сложенное из красноватого песчаника, с колоннами внутри, отделяющими друг от друга главные боковые нефы. В плане собор имеет форму латинского креста, который в те времена был символом власти церкви. Несмотря на все многочисленные перестройки, план храма оставался неизменным. При строительстве Шпаерского собора было применено новаторское решение. Собор стал первым крупным сооружением, которое было полностью перекрыто каменным крестовым сводом. Выдающимся достижением зодчих, строивших этот храм, считается создание гармоничной структуры и ритма внутреннего пространства с помощью архитектурных элементов романского стиля. В архитектурне императорского собора в Шпаере четкая рациональная эстетика соединяется с монументальной мощью. Шпаерский собор оказал значительное влияние на последующие постройки благодаря новым конструктивным решениям. Смягчилась суровость художественного образа. В архитектуре стали преобладать вертикальные, а не горизонтальные линии. Эта черта уже предвещает готическую устремленность к небу, характерную для более позднего церковного зодчества. В архитектуре Шпаерского собора романское искусство достигло своего высшего развития. Собор наравне с соборами в Майнце и Вормсе является кульминацией романского стиля в Германии. В нем находят свою высшую ступень наиболее важные архитектурные формы и тенденции романского стиля в Рейнской области. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо за просмотр и всех вам благ!